здравствуйте мои хорошие добрые зрители сегодня я хочу показать вам красивую ледяную ветку которую можно сделать своими руками очень просто из горячего клея и также фольги у меня алюминиевая проволока она где-то полтора миллиметра для самой ветки я отрезаю примерно 30 сантиметров далее с тонкой проволоки 0 5 миллиметров и нарезал такие кусочки где-то 7 сантиметров еще несколько кусочков где-то 8 9 сантиметров для маленьких веточек теперь беру фольгу отрезаю где-то 5 сантиметров 5-6 полоску нарезаю такими же кубиками 5 на 5 теперь беру кубиками квадратиками теперь беру сминаю и катаю шарик катаю несколько шариков немножко придаем форму чтобы они стали такими тверденькими нагревая пистолет с горячим клеем теперь я беру шарик а страну свои такие ножницы можно шилом можно шпажкой также сделать вот такое вот отверстие ставлю каплю клея и втыкаю туда алюминиевую вот эту вот проволоку оставляю сушиться делаю таких несколько штук затем стелю бумагу для выпечки для гладкой стороной вверх и еще вот эти вот ягодки да я так называю отверстия протыкаю почти до конца так они крепче держатся теперь беру проволочку кладу ее на бумагу держу крепко и начинаю делать кисточки где-то захватываю сантиметр провожу полоску вверх обратно сторону беру ниже опять сторону и опять сторону получается такая веточка теперь с другой стороны опять отсюда вверх обратно вверх обратно вверх обратно вверх обратно жду и здесь тоже вот провожу полоску что проволочка хорошо туда утопилась жду когда схватится клей теперь беру гофрированную такую бумагу отрезаю полосочку где-то 5 миллиметров 5-6 если у вас нет гофрированной бумаги можно взять любую эластичную тонкую бумагу и мы будем обклеивать наши веточки так называется топировать я ставлю каплю клея возле ягодки можно подальше это первый вариант что мы закручиваем возле ягодки сначала я кручу за ягодку аккуратненько и спускаясь наискосок вниз второй вариант когда мы все ягодки сначала собираем месте не перекручивая проволокой ой они перекручивают и клиенты наши вот эту проволоку мы так устанавливаем чтобы ягодки были на разном уровне затем берем проволочки одну сторону и 2 в другую сторону и немножко скручиваем немножко скручиваем и затем уже обрабатываем весь наш маленький букетик ты лентой чтобы сэкономить время можно не откручивать каждую ягодку да то есть сразу вот такой вот способ все три теперь посмотрим наша веточка должна уже высохнуть выглядит она вот так получается по-разному некоторые очень красивые некоторые примерно такие теперь что я делаю я ставлю прям возле этих листиков так называемых их мои каплю клея и тоже начинаю закручивать ты лентой ты пленда и закручивать можно не до конца вы сейчас поймете почему я так делаю убираем нитки которые тянутся теперь мы берем глиттер серебряный если нравится вам золото или белый глиттер пожалуйста используйте у меня серебряный также беру клей паван кисточкой буду промазывать не сильно жирно и не сильно сухо так средненько промазываю все ягодки вокруг таким образом любимое слово таким образом так и вот эти вот стебельки до веточки промазываем все здесь не нужно дальше промазать том что здесь у нас идет уже топированная веточка до серебряная только вот где нету этого серебра у нас убираем лишнее и теперь я крышку не сняла так посыпаю все это серебряным глиттером ягодки и веточку все хорошенько посыпаю стряхиваю получается вот так теперь я беру лак для волос у меня сегодня сильно фиксации пятерочка издалека брызгаю на веточку чтобы закрепить глиттер побрызгала здесь вот у нас тянется ниточка мы обрезаем и убираем сушу феном на расстояние 30 35 сантиметров то же самое проделываю и с этой веточкой промазываю только вот листочек и обмакиваем глиттер хорошенько чтобы приклеился у нас и затем опять брызгаю лаком для волос такие красивые веточки и такие симпатичные ягодки можно уже использовать самостоятельно композициях например маленьких или украшать какие-то букеты или подсвечники или например сделать даже деревца из таких веток из таких для маленьких домиков для маленьких композиций будет очень очень нарядно и красиво мы с вами делаем сейчас ветку для нее я сделала несколько пучков ягодок и несколько листиков отрезаю опять полоску 5-6 миллиметров беру проволоку которая потолще и начинаю типировать полностью всю мою проволоку это будет веточка теперь я не до конца потому что не знаю какой длины будет ветка можно сделать этой и после и так веточка готова теперь к ней подсоединяем ягодки я беру опять тейп-ленту на макушечке вот таким образом я поднимаю ягодки повыше чем основание ветки и начну где-то здесь у меня сколько 4 сантиметра наверно от верхней ягодки и начну типировать но начну типировать с этой веточки то что здесь у нас вот видно нет тейп-ленты и потом вместе с ней с основной веткой буду скручивать выглядит это вот таким образом здесь ставлю каплю клея начинаю тейпировать отсюда закручиваю пускаю снизу теперь ставлю каплю клея подсоединяю большую ветку и теперь скручиваю их вместе делаю примерно два оборота подсоединяю теперь сюда еще листочек листочек у нас будет немножко торчать в сторону листочек я сейчас выровняю как мне нравится и закручу по ветке вместе с веточкой на которой находятся ягодки опять ставлю каплю клея провожу так сантиметр примерно ты первое это место закрываю бумагой далеко не захожу где-то два оборота и снова я прикрепляю или ягодки или ветку но сюда просится у меня опять ветка то есть листочек сюда просто 5 меня листочек пока таким образом опять я накручиваю скручиваю все вместе опять каплю клея два оборота далее я представляю ягодки ягодки мне будут чередоваться один пучок ягодок будет в эту сторону проходить другой в эту то есть ягодки листики ягодки листики и следующие ягодки здесь пойдут и так опять перекручиваю держу где они должны быть примерно перекручиваю подтягиваю ленту прохожу с клеем на сантиметр ты первую все это закрываю кто работает со мной осторожно девочки не обожгите руки 1 и 2 и теперь опять подставляю сюда листик листик подставляю перекручиваю и таким образом я буду чередовать если вам кажется что очень блин близко находятся ветки и ягодки то можете располагать так как вам нравится можно конечно брать дальше намного расстояния и ветки длиннее делать то есть на ваше усмотрение у меня получилось вот такая красивую чая ветка можно делать как маленькие так и большие такие веточки смотри какая красиво и мы тогда листики выравниваем и придаем форму такую какую нам хочется можно один листик завести назад другой вперед также с ягодками до распределить ягодки вот сделать изогнутой ветку здесь придавить где у нас еще не придавлено наша оплёточка это и где взять тоже проволоку можно взять и заплетки с кабель электрокабеля теперь если вы оплели простой белой бумагой можете также намазать клеем и побрызгать плесками редко будет блескучая красивая можно сделать малюсенькие веточки для композиции большие можно подвесить вот так чтобы она висела по стене возле шторы например да можно просто поставить можно сделать на шпажки в общем все зависит от вашего желания какую ветку вы себе представляете и как я вам сказала можно даже сделать такую золоти до бывают еще блестки красные зеленые желтые если вы хотите можно сделать в принципе и красные и желтые зеленые синие да такие веточки вот так что я с вами поделилась вот такой красотой и теперь хочу попрощаться не буду задерживать ваше внимание больше с вами была мила всем отличного настроения будьте бодрыми и здоровья всем пока пока спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексея Дубровскому!